...связи фиброзной соединительной ткани, соответственно, высокая предсказуемость и успех терапии по имплантации стали один датом эволюции многих техник, которые продвигают рост интеграции. Озорная терапия уже давно используется, после 2003 года, в качестве техники для лечения ран и других инфекций благодаря самым пакетолицидным, пакетолицидным и биостатическим эффектам, которые основаны на том, что оксидативный стресс реализуется, и все микроорганизмы практически уничтожаются. Медицинский озон – это травматованные формы кислорода, которые получаются из чистого кислорода с помощью генераторов озона. Озон впервые в стоматологии был использован в 1945 году немецким стоматологом Редведом, для лечения грофицированных ран, полостей и заболеваний геродонта. В стоматологии используются в газовой форме озона или же в форме масла. Модальные стоматологии лечатся, используются для дезинфекции, лечения и горозных поражений геродонта. Дезинфекция канала. Также озон используется при синферфекции ран, что улучшает местную терапевизацию и он улучшает заживление. Он также помогает при герописе и его использовании озона при имплантологии на обучающем направлении, что является стимулом для текущего исследования. Сейчас я вам о том более детально расскажу оценку влияния озона на ткани в как клинически, так и радиоапиатрически является одним из задач данного исследования. Также после интеграции, после их установки данных имплантов на животных, как геродоногические, так и геродоногические, являются одной из задач. Смотрим, как это выглядит. Что сюда входит? Сюда входит хирургический комплект именно системы имплантов и комплект протезов. Использовался подобный генератор озона X-120. Исследование проводилось в двух стадиях. Клиническое, экспериментальное. В рамках клинического исследования были выведены одентичные мужчины, пациенты, которым было от 40 до 60 лет. Каждому поставили имплант генеры, которые поддерживались области имплант установился в позор области клыка. С традиционным методами во втором, еще в зоне левых клэфов применялась в зонотерапии во время остеотомии. Первая, сферрагическая операция, и в рамках устанавливались в профильмонах в рамках клэфов с обильной ирригацией, используя физиологическую расу. В рамках астротомии слева мы используем свозенизированную воду, 25 мг на миллилитр, променялась во время астротомии. Обильно. Азотовый газ 60 мг на миллилитр, так как она концентрация, променялся с прочим 50 мм в рамках тысяч чайцов до установки импланта. Газ доставлялся в течение одной минуты, и с высоким уровнем отрасли, в виде винты-заклушки, слева и справа, которые были помещены на импланты. Вторая, сферрагическая операция, после древней планты, поместили подобные аттачменты, после того, как вскрыли. В рамках астротомии были прикреплены к физингу самого протеза. Оценка на управлять инфланта в к 육ани на п iiточный к к 육ани на процессе клинических разору на физические в тишине. С момента загрузки в синхрону, крайнего протеза, через 6 и 12 м мисков. Клиническая оценка включала себя индекс-напрессивной глимпуальной конкурсе Лобина имплант или симплата. Оценка трагиопическая, выполнялась для оценки ВСАП, отверстия импланта. И для измерения плотности кости, мы используем данное исследование. Мы использовали подобные методы, которые у нас в порядке 1 кг. Мы используем данное исследование. Оценка трагиопическая паза каждой минуты в конкурсе Лобина имплант или симплата. Длиной 8 мм. Минфроконтрольный грудь 1. Пиши планты, которая называется с плавкой. Мы существовали с методом ослабления. Это предполагается на терапию во время ростеротомии. И, соответственно, использование стандартами. Стирание терапической техники для помещения. Здесь мы видим, собственно, в типе, как выглядит имплант. Вот так он был туда посажен. Остри-выбачный человек в 6-90 моментах. Но таки, по-другому, причём стал конкурент и в тонанс. В том числе , левые Тиби, кажущие, будут посчитать диспансеры заточенность. И окрашены какие-то киамада-пателина и Ио Диосина. Сейчас давайте поговорим о клинических результатах. Возможно, что не было значительной результацией между двумя головами в плане геймпибайна, геймпибайна и геймпибайна, геймпибайна и геймпибайна, геймпибайна и геймпибайна. Возможно, что не было значительно выше, чем в контрольной группе на данном графике. Сравнение между средним показателем плотности кости геймпантов в плане геймпибайна. В частности, мы видим увеличение во время периода оценки и в тестовой группе. Сравнение отличается на гистологические результаты. Это четвертая глава. Через две недели после вставки импланта были выполнены фото микро-карамы в пространство, где был установлен имплант. Здесь мы видим небольшую продиферацию кровяных сосудов в пространстве тканей. В тестовой группе мы видим продиферацию геронолиоэффицированных тканей и большое количество средних капилляров. А через четыре недели мы увидели следующее. В контрольной группе остеоидные ткани не указывают на наличие незрелых костей, а здесь мы видим в тестовой группе, что остеоидные ткани переросли в незрелые кости. Через шесть недель после установки имплант. Здесь мы видим незрелые кости в контрольной группе. Здесь мы видим в тестовой группе образование пластинчатой кости в виде основного стуона. Через против недель интеграция ткани была посвящена. Давайте посмотрим, какие же были отличия в обоих группах. Здесь мы видим, что в контрольной группе мы видим вот эту кость импланта и на ней отсутствуют уголки. Присутствуют, точнее говоря, короткие округлые уголки зрелой кости. А в тестовой группе здесь мы видим, что в данной кости данные уголки являются конического типа. Соответственно, здесь эта кость является зарелой и на ней имеются остеоидные и вторичные остеоидные. И интерститеральная кость здесь также указаны гистероматрометрические результаты. Давайте посмотрим микрометрические различия в размере кончиков кости от групп. Они увеличились во время передооценки на средствах в группе. Результат был значительно выше, чем в каждой группе. Вывод и рекомендации. Здесь мы можем понять, что озонотерапия ускоряет геологические процессы формирования и созревания тканей, связанных с имплантантами. Она сокращает время заживления и самым ускоряет нагрузку. Одни имплантанты, что является на самом деле перспективным подходом как для пациентов, так и для врачей. Мы можем понять из данного исследования. Собственно, мы рекомендуем использование озонотерапии в протоколе зубных имплантов. Большое спасибо.